Я вам как прививку от романтики по поводу того, что я буду в дальнейшем рассказывать Запомните раз и навсегда, что какой бы романтичной и очаровательной и правильной И не казалась вам любая информационная и постинформационная концепция Ее всегда можно исказить прямой целенаправленной манипуляцией Каждый человек это носитель, потребитель и источник информации Если вы не знаете термина прозюмер, продактор, консюмер, прозюмер Обязательно после этой лекции, сегодня вечерком, перед тем, как напиваться, как тот котенок на вчерашних слайдах Обязательно прочитайте в интернете или сейчас Потому что без этого понимать современный мир невозможно Если вы не знаете, кто такие прозюмеры, вы ничего не понимаете Эпоха антропоцентризма наступает в маркетинге, по крайней мере нам хочется так считать Это время, когда личности общаются с личностями Какая эпоха и какая концепция создала классический традиционный маркетинг Вы знаете, концепция того, что есть толпа людей Причем не обязательно стадо, не обязательно в плохом смысле Ну знаете, на греческих площадях, на больших таких, и человек стоит на трибуне Он или пророк, или философ, он мессия, спаситель Он пришел с вестью сказать нам, как одно его слово, изменя всю нашу жизнь Религиозная концепция, концепция спасителя, концепция откровения На этой концепции построен весь классический традиционный маркетинг, который мы знаем Если вы посмотрите под этим углом, то вы очень быстро это увидите Каждый бренд стремится стать мессией Каждый продукт стремится стать ответом Я пришел, и ваша жизнь стала намного легче Теперь покупать товары в интернете стало гораздо проще Теперь заказывать что-нибудь где-нибудь стало в 15 раз выгоднее С нашим средством пятна легко ассируются, с не нашим средством не нелегко Одна и та же концепция И вот мы наблюдаем молодых людей В частности большинство, из которых живущие по 10 сидят сейчас в этом зале Которые им это уже надоедает Я не могу сказать, что прямо всему городу это надоело, к сожалению Но когда-нибудь надоест И мы начинаем думать, неужели мы стадо Нет, мы тут же категорически протестуем Мы нонконформисты, вы знаете, да, что современное общество Оно на 100% состоит из нонконформистов Все нонконформисты и поэтому нонконформисты самое главное конформисты В конечном итоге То есть нонконформисты признают нонконформизм как основной вид деятельности Что аннулирует саму концепцию нонконформизма Так вот, мы свидетели возникновения некоторой новой реальности Виртуальной реальности Это какая такая реальность? Это такая реальность, когда мы одновременно слушаем живого человека И одновременно получаем информационные потоки Не из реального мира, а из информационного Я очень коротко скажу то, что я сказал на 8П, очень обожму. В десятилетнем срезе это все приведет к тому, что интернет как канал абсолютно обесценится, интернет как концепция абсолютно обесценится. Все, что у нас останется с вами от интернета, это каналы. Не каналы, медиа-каналы, а каналы кабеля, провода, передачи информации. Чем меньше необходимость в особенном терминальном устройстве, в специальном, в ноутбуке, в планшете, чем большее количество плоскостей начинает выдавать эту информацию, Чем больше информации вы начинаете получать неопосредованно, тем меньше это похоже по форме на интернет. Почему? Вы можете подумать и в этом сами. Можете подумать, нужны ли будут кому-нибудь сайты, тогда когда человек привыкнет искать голосом, или искать одним щелчком, или одним манипуляцией пальцев, где угодно. Например, на панели своего холодильника. Нужен ли нам будет интернет-магазин продуктов, тогда когда холодильник будет заказывать продукты сам. Нужен ли нам будет сайт компании, производящей молоко, которое можно заказывать в этом супермаркете, тогда когда холодильник будет заказывать продукты сам. Согласно составленному вами плану. Если вы покопаете полчаса в этой концепции, чисто для себя, то вы поймете, о чем я говорю, когда говорю, что интернет как концепция умирает. И все наши действия по оптимизации, все наши действия по сайтостроительству, большая часть наших действий, на самом деле сейчас это пир перед чумой. Еще не во время чумой, но перед чумой. Ну, допустим. Любая попытка обратиться к массам в виртуальном мире обречена на право, по какой причине я это постулирую. Это нужно просто понять, чтобы сразу перейти дальше к предлагаемой концепции работы. По одной простой причине. В интернете нет целевой аудитории. Использование понятия целевая аудитория применительно к интернету, это манипуляция. Манипуляция, которой пользуются люди, которые хотят вам что-то продать. Сейчас объясню почему. Почему целевая аудитория описывается социально-демографическим правом, местом проживания, определенным поведением и так далее и тому подобное. На самом деле аудитория, которая приходит на сайт интернет-магазина за конкретным ноутбуком, по конкретной цене, ничем этим не связана. Она только по совпадению может оказаться определенного возраста, а может не оказаться. Она только по несовершенству систем транспортной логистики может оказаться из одного города. Если у интернет-магазина система транспортной логистики совершенна, то они уже не из одного города и не из одного микрорайона. Может быть они знакомы друг с другом, а может быть только виртуально, а может быть не знакомы вообще. Там ни один параметр применительный к целевой аудитории на самом деле не работает. Нам это кажется, потому что у нас пока что все интернет-решения обрубочные. У нас магазины, которые работают только в двух городах. Нам кажется, что наша аудитория находится в этих двух городах. Однако сама розетка с удивлением узнавала, проводя определенные исследования, что у них процентов 30 на самом деле покупается в городах, в которых они вообще не работают и даже не доставляют. Это было год назад. И у многих сейчас интернет-магазинов, в которых есть аналогичные данные, с кем я общался с хозяевами, такая ситуация, что просто находится один человек, который покупает у них, делает на этом свой маленький крошечный бизнес, перепродает и этот товар опережает в другой город. Это все манипуляция. В интернете нет никакой толпы. Ее технически быть не может. Никто не собран в одном месте. Все дома сидят, на работе сидят, за компьютерами сидят, в парке сидят, с планшетиком, в кафе сидят. Они не собраны в одном месте. Что их заставляет людей или их виртуальные профили прийти в определенное место в определенное время? Потребность. Потребность в чем-то, я знаю. В чем потребность? Основная потребность, ради которой происходят все действия в интернете. Нет, ребят, нет. Нет, не деньги, не информация. Ребят, человеческий мозг не хранит информацию. Мы потому так влюбились в интернет, потому что интернет не заставляет нас хранить информацию. Мы потому так легко зацепились за электронную почту, потому что она хранит информацию вместо нас. Человеческий мозг не хранит никакую информацию в том виде, в котором ее получает. Мы искажаем все. Я сейчас говорю, и каждый из вас слышит другое. И чем ближе человек, например, к интернет-маркетингу, тем больше он слышит бла-бла-бла. Чем ближе человек в сфере продаж, тем больше он слышит, что интересно. Ну, то есть, каждый из вас слышит свое. Зачем мы приходим в социальные сети? За информацией. Нам очень хочется узнать, что у моего друга завелось два котенка. Жить мы не можем без этой информации. А зачем нам хочется рассказать? Зачем? Быть мессией, как ты говоришь. Получить оценку, друзья мои. Усилить слабые социальные взаимодействия, слабые социальные связи. Понятие такое вам знакомо? Есть сильная социальность, есть слабая. Мы все подсознательно addicted, запали на оценки других людей. Интернет дает возможность получать эти оценки вагоном. Рассказал анекдот? Тебя прокомментировали за лайк. Алина, душе как-то приятно. Выложил свою последнюю статью на бложечке, а ее никто не читает. Чтобы иметь все, день не удался. И ты ходишь на свою страницу на хабре, заходишь, заходишь, заходишь. Что такое? Где мои 300 комментариев? Прошлая моя статья сыграла 300 комментариев. И было звездное это плюс 120 в рейтинге. Где? Что такое? Что не так? И ты начинаешь копаться к себе. Я что-то не так сделал. Я что-то не так написал. Никогда не обращали это внимание? Да мы все погрязли в этом по уши. Понимание этого уже открывает совершенно другую концепцию продаж в виртуальном пространстве. Не надо продавать людям то, что им не надо. Агилы, господа, вспоминаем. Продать можно всего две вещи, да? Как одна, говорит, удовлетворение потребностей. И чего? Удовольствие от процесса. Мы получаем удовольствие от процесса покупки? Нет. Мы получаем удовольствие от того, как другие люди оценивают наш процесс покупки. Причем, независимо от того, положительно или отрицательно, мы получаем от этого удовольствие тем выше, чем сильнее потенциал. Если все начинают говорить, что то, что значит вот этот планшет, который мы купили, он замечательный, мы молодцы, что мы купили айпад, мы получаем от этого удовольствие. Если мы получаем кучу негативных замечаний от того, что фу, как ты мог купить это устройство, или эту машину французскую, она не ремонтируется, запчастей нет. Что мы получаем? Удовольствие. Потому что мы понимаем, что мы же умеем гораздо. А они не шарят, да. А мы шарим. Степень потенциала. Нам нужны оценки. Так что собирает людей в одном месте? Совпадение определенной точки зрения, согласно которой они могут получить положительную оценку. Людей собирает необходимость усиливать социальные связи между ними. В тот момент, когда вы показываете людям какую-то акцию, совсем простой момент, да, с ноутбуком с определенной ценой. Зачем они туда набегают в этот момент? Только в двух случаях. Если у них есть потребность сейчас купить ноутбук. Либо в том случае, если они хотят пополнить что? Свои знания по поводу того, хочу я купить ноутбук или не хочу. Верифицировать свои ощущения. Люди приходят за тем, чтобы проверить свои ощущения. И как получится у меня смотреть на ноутбук за 2000 гривен, его купить или не купить? Такая подсознательная реакция. А комментарии почитать? А может меня отговорят? Блин, я хочу купить ноутбук, но в то же время у меня нет 2000, но я могу их отдалжить еще с зарплатой. А ну-ка я почитаю комментарии. Может быть ценность чтения комментариев. Может они меня отговорят? Может быть кто-то скажет, и ты в определенный настрой, если у тебя нет денег сейчас, да? И ты просто ищешь. Где же попадутся вот эти комментарии, да? Еще якобы показательства, якобы могу... Я сам себе, да, сам себя немножко обманул. А самое главное, вступить в обсуждение и всем остальным тоже показать. Пацаны, я могу купить тут? Еще сказать, слушайте, это фиговый ноутбук. Что ты как красный галстук купил за 3000 долларов? Ну ты лох. Я вчера точно такой же за 8000 долларов в сумме купил, да? Как ты мог так дешево купить? Ну да ладно. Сущностью современного маркетинга, что является... Я позволю себе обозрать, извините, разработанную годами концепцию и сказать вам, что сущностью современного маркетинга в коммуникации является тиражирование актуального или неактуального информационного сообщения на ресурсах, взятых в орех. То есть, что происходит? Продуктивные, хорошие, созидающие, строящие, производящие, изобретающие бизнесы, берут свои честно заработанные деньги и вкладывают в рекламно-коммуникационную индустрию. Рекламно-коммуникационная индустрия создает продукт. Любой продукт. Новости, развлекательное шоу, Диму Билана. Все что угодно. Создает любую вещь, за которую мы готовы заплатить деньги за взятие ее в аренду. За то, чтобы Дима Билан спел на сцене и у него за спиной был наш локотик. Если мы готовы заплатить в два раза больше, Дима Билан может спеть в футболке с нашим логотипом. Если мы готовы заплатить в двадцать раз больше, Дима Билан может спеть песню про нашу компанию в футболке с нашим логотипом. Это обойдется всего ничего. Полчаса аренда Дима Билана где-то в 300 тысяч долларов. Рекламно-коммуникационная индустрия производит все творческие продукты. Мы, рекламная индустрия, маркетинговая индустрия, индустрия шоу-бизнеса, телевидение. Все производители медиа мы пытаемся монополизировать творчество. Почему? Потому что мы на самом деле умнее тех, кто у нас отберет в аренду. Потому что мы прекрасно понимаем, что сдавать в аренду, это творчество, оно же не амортизируется. Это же не машину сдавать. Это же не квартиру, которую пришли там алкоголики и разбомбили. Чем больше ты сдаешь в аренду Дима Билана, тем популярнее останавливается Дима Билан. Все продюсеры, артисты мечтают о чем? О том, чтобы кто-нибудь их молодого, неизвестного артиста взял на дорогой корпоратив. Потому что как только их артист один раз попадет на дорогой корпоратив, дальше заказывая дорогие корпоративы пойдут рекой. Знаете вы это или не знаете, но две трети доходов в шоу-бизнесе идет с корпоративных выступлений. Все концерты, все сногсшибательные файл-шоу, все бурные и шумные презентации пластинок происходят с одной истинной целью, чтобы этого человека купили спеть «Здравствуй, моя мурка», «Здравствуй, дорогая», а также известные хиты, звучащие в эфире радиостанции к какому-то богатому человеку или к компании богатых людей. И таким образом бюджет функционирования рекламно-коммуникационной индустрии оказывается растворенным где? Все в стоимости всего, что мы покупаем, в стоимости всего, что мы потребляем. То есть все нелюбимые вами, а я думаю большинство из вас в полцунге любят популярные исполнители, все фильмы и книги, про которые пел недавно товарищ Обломов. Унылое говно. Значит мы все за все это платим, мы этого не хотим и мы за это платим. И самое интересное, это приводит к тому, в конечном итоге, что цена продуктов и условий, растет и никогда не прекратит расти. По одной простой причине. Растет не только стоимость ресурса, растет не только стоимость затрат и зарплат и аренд, а растет еще и стоимость продвижения. А стоимость продвижения будет расти до тех пор, пока мы будем позволять ей расти. А позволяем мы ей расти одной простой вещью. Почему-то забывая, что создание, созидание творческого продукта всегда дешевле и надежнее его аренды. Нас убеждают в том, что это не так, но на самом деле это бог с ним. Человек в высшей степени социальное существо, а интернет или виртуальный мир это единственная среда, единственная среда, которая в полной мере функционирует на основе слабых социальных связей. Вот почему на самом деле традиционные маркетинговые инструменты, кто здесь есть в практике интернет-маркетинга, вы должны прекрасно знать, что ни один в чистом виде модельный пример, классический пример традиционного маркетинга в интернете не срабатывает. Возьмите суперкейсы про утюги, слэш утюги, почитайте Panasonic или еще что-нибудь в этом духе. Люди почему-то не набегаются за скидками. Люди почему-то не соглашаются на 50% стоимости поменять один ретвит. Почему-то у кого-то удаются акции по привлечению людей на страницу, в обмен на то, чтобы выиграть iPad, а все остальные 40 компаний рядом стоят с этими же iPad'ами, вот так вот на вытянутых руках, и к ним никто не ходит. Или ходят без определенного энтузиазма. В чем дело? Если вы поставите в магазине стойку, на которой будут раздавать iPad'ы в реальном мире, то кто бы эту стойку не поставил, трафик за iPad'ами будет одинаковый. То есть если вы сделаете дегустацию трех кексиков с лишней, совершенно все равно, каких они будут брендов, кексики будут разгребаться по гауссиане. Ну как и все в этом мире, будет происходить по гауссовому распределению. Ежели я ничего не путаю. Вопрос. В чем прикол в виртуальном мире? Чисто реальный мир, в котором мы сейчас находимся, традиционный, на каких аспектах построен? На социальных? Нет. Нет. Он базируется на базовых физиологических, если мы помним Маслову, да? Удовлетворение базовых физиологических, потом безопасность и защищенность, потом социальная интеграция, потом уважение в этом социальном кругу, потом на пятом уровне самореализации и сопрочиства. Да? Вопрос. Мотивируют ли нас здесь реально слабые социальные связи в этом мире? Готовы ли мы что-то серьезное сделать ради того, чтобы вот этот молодой человек, что-то хорошее подумал о вот этой женщине? Это является мотиватором для вас? Нет. В интернете только это является мотиватором. На самом деле, если вы разберете свои действия и действия любого потребителя, на самом деле только это нас к чему-то и побуждает. Мы хотим быть лучше в глазах других людей или хуже, или такими, какими мы хотим быть. Мы хотим совершать действия, которые приносят основной эффект. Увеличивают количество слабых социальных связей, усиливают слабые социальные связи. А почему мы этого делаем? А потому что у нас генетическая память, господа, тысячелетняя, которая говорит нам вот о чем. О том, что на самом деле на работу мы устраиваемся. Не по сильным социальным связям и не по физиологическим потребностям. Из пяти трудоустройств только один человек трудоустраивается, и то в нашей стране, по кумовству. Потому что это сын, потому что это отец, потому что это кум, брат, сват. Четыре устраиваются, потому что вместе выгуливали сватку в парке. Пили пиво в аэропорту, когда поздравили на рейс. Познакомились на концерте. Прочитали на странице в Фейсбуке. Друзья, у нас есть вакансия супер-пупер-PHP программиста, а еще лучше специалистов по интернет-пиару, готовы платить в полтора раза больше, чем он получает сейчас, в настоящее время. Пожалуйста, призрит вид. Это какие социальные связи? Ну и хоть что-то слабое. Это не просто слабое, это почти отсутствующие связи. Мы вообще не знаем тех людей, мы хотим познакомиться, познакомиться, установить слабые социальные связи с теми людьми, которых мы не знаем. И именно таким образом сейчас, чем больше компаний состоят в социальных сетях, тем более перспективным это становится инструментом трудоустройства. Шесть ступеней разобщенности не надо объяснять. Гипотеза Стэнли Милгрома, что все люди... Шесть рукопожа. Через шесть... Ну, это, кстати, знаете, что самое ужасное? Что это отечественный перевод, который полностью ломает весь смысл. Никаких шести рукопожатий, господа. Шесть ступеней разобщенности. Не шесть друзей, а шесть незнакомцев между нами. В оригинале у Стэнли Милгрома концепция называется «Шесть ступеней разобщенности». Вообще-то... Вопрос не в том, чтобы пройти по друзьям, как мы строим сейчас коммуникации в виртуальном пространстве. Давайте пролезем по друзьям. Нет, друзья, вопрос в том, чтобы познакомить незнакомых. Если ваша коммуникация дает людям поводы знакомиться, если ваша коммуникация увеличивает ценность знакомства людьми, ну, между людьми, да? Простой пример. Вы можете построить коммуникацию какого-то спагетти, да? Таким образом, чтобы друг рассказал другу о том, что есть такое замечательное спагетти, которое он покупал. Так? А вы можете построить коммуникацию таким образом, чтобы ценность знакомства и дружбы выросла от того, что один друг расскажет другому о том, что есть такое спагетти. И расскажет, и покажет. Когда это может вырасти? Если вы, например, будете продвигать спагетти, как простой способ устроить романтический вечер для мужчины, ну, для женщины, руками мужчины. Если вы будете продвигать эту концепцию, то что будет происходить? Большое количество молодых людей, которые хотят каким-то образом бюджетно удивить свою подругу, будут ради чего? Ради того, чтобы подруга лучше к ним относилась, естественно. Экспериментировать с этим в вашем спагетти. Да, и правда, чихуахуа – это усилители слабых социальных связей. Потому что, если у вас есть чихуахуа, с вами легче знакомиться. Ну, понимаете еще это? Или не понимаете? Потому что у вас собачка низко полетела, вина к дождю. Потребитель цифровой эпохи взаимодействует с брендами и коммуникациями в том случае, если процесс взаимодействия удовлетворяет вовсе не физиологические потребности, вовсе не потребности в обладании чем-нибудь, а потребности первичные социальные. Потребность социализации, то есть в том, чтобы меня признали в определенном кругу, чтобы я стал вхож в определенный круг. Покупка Макинтош, производство определенного Эппла, продукции бренда Эппл, на самом деле это очень легкий способ войти в определенную тусовку, особенно раньше был. Сейчас уже в меньшей степени, сейчас уже обезьянничество, а до этого это был четкий способ. Хочешь сказать, что ты крутой дизайнер, рисуй свое говно на махе. И никто никогда в жизни не подкопается. Нужно просто говорить, нужно знать, что рисовать. Обязательно нужно просто все дизайны делать на большом листе, маленькими шрифтами, и желательно вот так, один серый лист с градиентом, и там маленькая вдавленная кнопочка. И это все сайт. И ты это делаешь на махе, все понятно? Вопросы к ней? Круто. Очень круто. Это называется минимализм. А в корпоративном стиле. Вы знаете, что важно? Не то, чтобы люди понимали, что это за компания, не в плане, что это авиаперевозки, а в плане духа. Какая она по духу? Открытая, новая, старая, консервативная. Нет, важно, чтобы логотип был очень маленький, легко он носился на ручку. Потому что это круто. Потому что это тоже слабые социальные связи. Потому что тусовка минималистов, дизайнеров, графиков, в интернете обосновалась изначально наиболее прочно. И именно они сидели на всех форумах, и хайли все работы, которые не минималистичны. Поэтому хочешь, чтобы тебя признала эта тусовка, хочешь социализацию, нарисуй кружочек с палочкой внизу. Кружочек, палочка. И название любой компании, которая заказала у тебя стиль. И скажи, что это минимализм. И скажи, обращайтесь к семиотике и семантике данного знака, для того, чтобы понять глубинную суть данного бизнеса. А высший пилотаж, когда семиотика данного знака еще не двусмысленно указывает на вид деятельности компании. Опять же, ни на настроение, ни на характер, ни на то, открытые мы или закрытые. Но в МХ не на авиаперевозке, значит, кружочек и палочка должны каким-то образом узнаваться как самолет. Значит, треугольник и палочка. Палочка шире треугольника. Это, с одной стороны, пирамида. Стабильность, устойчивость. Почему же мы молодые динамично развивающиеся компании? А другой след, похоже на самолет. Все нормально. Стив готов. Дальше. Самореализация. Давайте людям коммуникацию, в которой они могут самореализоваться. Но не забывайте о том, что самореализация не имеет никакой цели в том случае, если ее никто не оценит. Чем выше степень оценки в ваших коммуникациях, той самореализации, которую человек совершает, чем выше оценка. Оценка незнакомыми людьми в обязательном порядке. Установление новых социальных сетей. Очень круто, когда хрен знает, кто положительно комментирует твою работу. Это очень радует. Чем больше хрен знает, кого отзывается о том, что ты прекрасно спел, тем больше ты понимаешь, что жизнь удалась. Ну разве не так? Вторая степень самореализации. Обязательно должно оценивать компетентное жюри. Которое позволяет тебе понять, позволяет тебе понять, что все серьезно. И ты действительно спел так, как говорят эти сотни хрен знает кого. Но самое главное, не самое главное, третья ступень оценки самореализации, эвалиюации самореализации. Обязательно должен дозваться кто-то, кому я доверяю. Идеальный в этом плане проект. Идеальный проект, который отработал гораздо больше, чем на те деньги, которые в него были вложены, это диджу свежая кровь. Почему? Да потому что Вакарчук высказывал свое публичное мнение по поводу никому неизвестной группы из Мукачево. Или там, из Ильичовска. Или там, так сказать, Вячеслав Бутусов. Или там, так сказать, Александр Положинский. Комментировал. Их назначали кем в конечном итоге? Талисманами групп, кто наблюдал. Ну, эту компанию интегральную, онлайн, офлайн, со свежей кровью. Кто не наблюдал, господа, суперкейс. Его до сих пор в виде кейса нет, но можно зайти внимательно просто на сайт свежей крови, внимательно покопаться, посмотреть историю, что происходило вообще. Гениальный кейс, просто на всех смыслах гениальный. Все группы, вы знаете или не знаете, все ездили в Киев по пять, по шесть раз на съемки за свои деньги. И в конечном итоге, самое главное, должен быть гала-концерт, если это музыка, обязательно. Почему? Человек-неградостный. Покрусоваться. Совершенно верно. Перед максимальным количеством хрен знает кого. Получить восторженные вскрики от огромного, максимального, исчерпывающего количества черт знает кого. Своих же конкурентов. В том числе, это еще отдельная оценка, оценка конкурентов. И сотворчество. Третья причина, которая может побудить человека взаимодействовать с вашей коммуникацией. Что такое сотворчество? Сотворчествуют те, кто перерос в самореализацию. Что такое сотворчество? Во-первых, сотворчествуют только с тем, кто лучше тебя. Ну, ты реально осознаешь, что человек лучше тебя, и ты создаешь с ним совместно какой-то продукт. Не я участвую в дизайнерском конкурсе на кроссовке для Найка. Это уровень самореализации. А я создаю совместно с Найк новую коллекцию кроссовок. Совершенно другой уровень. Когда я могу создавать всю эту коллекцию кроссовок? Когда я понимаю, что я способен проектировать обувь, я на самом деле на это учился, или у меня есть какие-то высокие идеи, и Найк рассматривает меня как равноправного партнера в этом действии. Сотворчество – это третий мотив. Его сложнее всего делать крупным компаниям, и легче всего делать стартапом. Давайте вместе создавать интерфейс нашего нового стартапа. Но только не ко всем, не Вася Купкин, если там у вас на стене этой акции будут рисуночки в пейнте со стрелочками, ни один уважающий человек сотворчествовать не будет. И мотивация должна быть другая. В современных условиях торговая марка становится брендом, спроявляет свой потенциал тогда, когда взаимодействие с ней удовлетворяет социальные потребности индивидуумов. Как мы можем это использовать? Информационное пространство, по причине того, что в нем главными являются социальные связи. А социальные связи очень четко измеримы с точки зрения физических принципов, классических физических принципов. В них есть определенный поток энергии. То есть мы знаем, да, что мы можем друг с другом общаться на слабом энергетическом уровне, сильнее, 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 нет никакой эзотерики. Если я буду обладать на вас, это сильный энергетический поток. Не спать. Я о чем говорю, да? Мы четко понимаем, что есть сила определенной эмоции, сила взаимодействия, но есть ли знак? С точки зрения запоминания. Есть знак? Нет знака. Вы одинаково запоминаете яркое, негативное и яркое, позитивное впечатление. Вопрос только в том, что яркое, позитивное впечатление в нашем мире получить гораздо сложнее, чем яркое, негативное. То есть достаточно здесь, на самом деле, сейчас навалить гору трупов, и все запомнят. Плажет одного. Одного платит, меня. Но это позитивное впечатление. Это не негативное. Закон сохранения энергии, применимый в социальных градусах. Представим себе, да, что мы хотим установить определенную коммуникацию, провести определенную кампанию через огромное количество незнакомых и знакомых друг с другом людей. Что делает сегодня маркетолог? Он подсознательно знает, что у него есть вот такая картинка, куча людей, да, разных. Он что делает? Он себе решает. Так, моя целевая аудитория вот. Я буду на них воздействовать. Если это 100% аудитории, то я своей коммуникацией могу ударить только во сколько? Максимум в 10%. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Значит, ну, хрен с ним в 20%. Я могу ударить в двух человек, да? Из целевой аудитории я буду бить вот в этих двух человек. Это то, что думает современный маркетолог. Да, мне это обойдет в столько денег, и они, значит, обо мне узнают и побегут покупать. Какого действия я жду от этих людей? Самого несвойственного им с точки зрения человеческого поведения. Я жду, что получив информацию в виде, ну, видео, да, или определенной рекламной статьи, или определенного сообщения на форуме, я на самом деле совершу определенный энергетический скачок. Ну, вы понимаете, что ценность статьи или ценность видео очень низка. Давайте говорить с точки зрения энергии. В чем? Какова сила, какова энергия в определенном ролике, который мы увидели в прайм-тайм на телеканале Интер? Очень маленькая. Но мы рассчитываем, что каким-то образом, наверное, за счет частого повторения, эти два человека в нашей аудитории совершат вполне конкретное действие. Пойдут и что-то купят. А покупка чего-то, или совершение, в частности, похода за покупкой, это что? Затраты энергии. Затраты энергии, чтобы пойти, и затраты энергии в виде денег. Деньги же, это тоже, мы же их затрут за какой-то. Так вот, вопрос. Почему мы считаем, что так должно быть? Где простая формальная логика? Я сейчас покажу где. А теперь на секундочку представим себе, как связаны эти люди между собой. Вот здесь шапочное знакомство, вот здесь слабая социальная связь, вот здесь сильная социальная связь, это члены семьи. Это тоже члены семьи, это их друг, это их друг, эти знакомы, эти знакомы, эти вообще здесь ни при чем, эти вообще друг друга не знают. Что происходит в тот момент, когда мы запускаем рекламную коммуникацию? Пусть это даже та коммуникация, которая теоретически заслуживает того, чтобы они рассказали. Ну, мы ничего не делаем, вдумайтесь, мы не создаем повода, по которому один человек будет рассказывать об этом другому, но сам ролик интересный. То есть теоретически можно рассказать. Мы ударили в этих двух людей, они друзья, они обсудили этот ролик. Так? Мы как-то добравились до всех остальных? Вопрос. При тех же самых энергетических вложениях. Если моя коммуникация такого типа, да, то есть я, например, дал людям сообщение, которое создает повод для знакомства, например, я всех пригласил на определенное заседание, там, бизнес-спид-дейтинга, да, ну, грубо говоря, да, или я всех собрал ради того, чтобы обменяться впечатлениями о просмотре, там, последнего фильма какого-то, да. Чего я ожидаю? Я хочу, чтобы эти люди познакомились. Эти родные, они друг другу сразу достают. Я хочу, чтобы у этих людей установилось какое-то шапочное знакомство, как в Фейсбуке. Я хочу, чтобы у этого человека тоже установилось какое-то шапочное знакомство. И у этого человека установилось какое-то шапочное знакомство. У этих, эти начали встречаться, эти подружились, эти подружились, эти подружились. Прохождение, видите, информации по данному графу, ключ к успешной работе в информационном пространстве. Состоит в понимании одной простой вещи. Первое. Любая энергия в социальных графах рассеивается. То есть, любые затраты энергии, которые мы вбиваем в людей, тем быстрее рассеиваются, чем больше они вызывают сопротивление. То есть, если мы строим привычную коммуникацию «покупай», мы заведомо подписываемся на рассеяние 90% вложенной энергии. Как в денежных средствах, так и в человеческих ресурсах. Почему? Потому что эта мотивация создает сопротивление, обратное сопротивление. Я не хочу покупать, у меня нет денег. Я не готов. Кто ты такой? Докажи свои компетенции, покажи свои полномочия. Ну, миллион способов, каким человек может это отбросить. А у меня вопрос следующего свойства. Почему, создавая коммуникацию, мы подскудно считаем, что ее главная цель заставить человека купить? Почему мы готовы тратить огромные деньги на то, чтобы люди, которые потенциально не готовы это покупать, да, и не готовы за это платить, поменяли свое решение, то есть вкладывать энергию, эквивалентную, полному преодолению внутреннего сопротивления индивидуума? Почему до нас не доходит более простая вещь? Почему мы не настроены на то в своей коммуникации, чтобы максимальное количество людей, у которых связи с этим человеком таковы, что они могут ему порекомендовать, они могут ему посоветовать, и они могут его мягко убедить, просто были осведомлены, знали и говорили о нашем продукте и услуге. Если мы берем традиционную модель, смотрите внимательно, в центре определенное событие, которое мы продвигаем, определенный информационный повод, определенная конференция, или определенный ролик, или статья, которую мы запустили, любое информационное событие, которое мы стартуем, да, стартуем с огромным потенциалом энергии, вы видите, сколько мы вкладываем, да, в него? Чего мы ждем? Мы ждем аномальной реакции. Цель, основная, поставленная, в чем? В том, чтобы люди совершили какое-то действие, которое они сейчас совершать не хотят, или не готовы. Мы хотим, чтобы люди зажглись идеей. Часть этой энергии переходит на этих людей. Чем меньше энергии мы вкладываем в центральное событие, тем меньше энергии находится на людях. В данный момент времени. Как видите, буквально там через 3 минуты после просмотра видеоролика, если анализировать с этой точки зрения, энергетический потенциал на людях уже недостаточен для того, чтобы заставить их даже встать с дивана, и совершить хоть какие-то действия по подготовке к покупке. Например, мы запустили телевизионную рекламу, слава тебе, Господи, хоть этого сейчас мало, телевизионную рекламу интернет-магазин. Энергии мало, человек не встанет с дивана. Как только мы перестаем поддерживать центральное событие, зажженность людей на периметре пропадает. Давайте рассмотрим другую модель. Что если целью нашей первой коммуникации, которую мы запускаем, вообще не будет покупка? Что если целью первой коммуникации, которую мы стартуем, будет подтолкнуть людей рассказать что-либо о той коммуникации, которую мы запустили? Например, если мы не ставим целью, возьмем пример научно-практической конференции, чтобы тот, кто получил эту коммуникацию, купил билет. Но мы ставим целью, чтобы тот, кто получил эту коммуникацию, был уверен в том, что эта конференция классная, и он знает, что в его кругу общения есть люди, которым, если он расскажет об этой конференции, то эти люди его зауважают. Ну или просто хорошо о нем подумают и скажут, спасибо, Сережа, а мы и не знали, что в Одессе, или в Киеве, или в Днепропетровске проходит такая замечательная конференция. Предположим, коммуникация изначально будет такова, и столько денег мы в нее вкладывать не будем, и столько энергии. Мы хотим чего? Мы хотим того, чтобы, мы же знаем, что всех не бывает, да, кому-то эта информация будет не очень ценна, на кого-то произойдет впечатление. Чем больше мы будем готовы производить впечатление на людей в своей коммуникации, а не заставлять их покупать, тем выше вероятность. Чем мы хотим от тех людей, которые сейчас находятся на внешнем периметре? Чтобы они каким-то образом отозвались и передали эту информацию дальше. Процесс прозьюминга, да, я потребил информацию, полученную в стате коммуникации, и выпустил ее от своего имени. Мы хотим вот этого. Мы хотим того, чтобы люди рассказали об этой замечательной конференции в Одессе своим друзьям и товарищам. Ну, не просто так, они не будут рассказывать, да, в том случае, если это никак не влияет на их положение, да. Окей, мы хотим, чтобы люди рассказывали своим друзьям. Но, в том случае, если этот человек сказал что-то умное, вот, например, он написал прикольную статейку, да, он не сможет написать прикольную статейку в том случае, если в первой статье мы рассказали все интересное. Ну, у него не остается пространство для творчества, но если мы сманипулируем таким образом, что наша первая статья вызывает, знаете, какое желание? Да, блин, они же ничего интересного не рассказали, сейчас я же сам лучше знаю, сейчас я расскажу. Вопрос. Насколько сложно усилить так, чтобы человек даже не знал о том, что на самом деле его раскручивают? Его раскручивают, а не нас раскручивают. Насколько сложно это сделать? Очень сложно. А? Почему? А нас не вижу. Это вообще, а что в этом сложно? Вот я написал статью какую-то, откуда я вообще узнаю, что те ссылки и репосты на эту статью, они не самоинициированы? Откуда я узнаю, что на самом деле из отсюда за мной следят и смотрят, что если я написал что-то хорошее, то не центральное событие раскручивают, а меня? Откуда я об этом узнаю? Почти ниоткуда, только в том случае, если я эксперт, если я буду внимательный, а нафиг оно мне надо, я же на волнах радости купаюсь. Мы усиливаем, мы усиливаем, да, их, не себя, а их. Чего мы хотим? Мы хотим вот этого. Мы хотим, чтобы друзья друзей, или незнакомцы незнакомцев, это правильнее говорить, на самом деле, именно незнакомцы незнакомцев, потому что друзья друзей ведь видят и шарят. Понимаете, чем самая гадость, да? Что когда твой друг пишет что-то умное, ты это не переписываешь. Ты просто это шаришь. Ты жмешь плюс один в гугле, или ты лайкаешь, или ты жмешь ретвит в твиттере. А вот когда это кто-то тебе неизвестный написал, то ты это переписываешь. Потому что всегда приятно выдать чужие мысли за свои. То есть, не друзья друзей, а незнакомцы незнакомцев должны создать еще какие-то информационные поводы, связанные с нами. А мы, опять же, эти поводы будем усиливать. Эту цепочку можно рисовать до бесконечности. Эта цепочка чего? Цепной ядерной реакции, господи. Вообще, распад уран. Если мы говорим о том, что законы физики работают в информационном пространстве, они там работают. Если мы говорим о том, что нам нужно уменьшать рассеяние и потери энергии в социальных структурах, то есть очевидный и простой способ это делать. Бесстыдно с чистой совестью использовать энергетические ресурсы незнакомых нам людей. Я подчеркиваю, незнакомых, не друзей наших, и не друзей наших друзей, а незнакомых людей. Для того, чтобы незнакомые люди включались в процесс распространения коммуникации, должна работать одна чистая правда. Какая? Мы должны распространять ту информацию, которая до них не будет иметь и плавного подтекста, очевидно, ярко выражена. Вопрос, как это сделать? На смену маркетинговому понятию целевой аудитории я предлагаю при работе в информационном пространстве принять совершенно другую концепцию. Так называемая релевантная аудитория. Аудитория, которая объединена некоторым общим мнением по какому-то вопросу. Скажите, насколько легко выделить целевую аудиторию кофе Нес Кафе Классика? Не употребляя терминов мутаки, люди не разбирающиеся в кофе, нищеброды и так далее, тому подобное. Насколько легко? Те, кто считают Нес Кафе нормальный кофе. Ну, те, кто считают, это релевантная, а не целевая. Они объединены мнением, что Нес Кафе это нормальный кофе. Вопрос, насколько легко выделить аудиторию, которая считает, что растворимый кофе удобнее, чем натуральный. Они объединены мнением об этом? Ну, есть много людей, которые объединены мнением, что растворимый кофе это удобно. Есть. Их очень много. Зачем эти люди объединяются под определенное мнение? Ответ очень простой. Потому что они хотят получить одобрение со стороны других таких же людей. То есть, если мы будем декомпилировать наш продукт не на свойства, как это нам привычно делать. Вот мы самый лучший сервис по продаже техники. У нас самые низкие цены. У нас самый, там не знаю, самый большой выбор. У нас самая быстрая доставка. И это свойства. Я понял, да? Это свойства. Самый древний маркетинговый способ выделения аудитории. По свойствам. Так? Более современный способ. По территориям. В интернете вообще не работает. Но мы считаем, что работает. По территориям в реальном мире. И вот я здесь стою и вам рассказываю. То есть, я решил, что для того, чтобы мне донести свои мысли, мне надо прийти сюда. В реальном мире это работает. В виртуальном мире. Знаешь, в какую картинку это превращается? Мне нужно поставить баннер или разместить статью на том сайте, на котором тусуется большое количество идей. Вам не кажется, что это извращение? Извращенное восприятие. Это же не место. Сайт же это же не место, на самом деле. Место это такое место, в которое люди пришли и не уходят. Какое это нафиг место, если я одновременно в 100 местах сразу нахожусь? Если у меня в 10 закладках еще 10 других сайтов открыто, с альтернативными точками зрения. Какое это место? Да никакое не место. Тогда на что нужно делить продукт? Простой прикладной ответ. Разделите свой продукт или бренд на совокупность простых мнений. Положительный и отрицательный. А вы, кстати, никогда не замечали, что традиционная маркетинговая система обманывает вас? Вас как создателей продуктов. Вы никогда это не замечали? Вас как хозяева бизнеса. Хотите, я вам расскажу, в чем привод? Маркетинговая рекламная индустрия. Единственная во всем мире. На полном серьезе. И мы с вами, кстати. Я думаю, что половина этого зала. На полном серьезе производит продукт, не подчиняющийся законам маркетинга. По крайней мере, мы считаем, что это продукт. Привожу пример. Скажите, что бы вы подумали о бизнес-модели компании? Завода-производителя молочных продуктов. Бизнес-модель, которого построены следующим образом. Они производят сгущенку. Сгущенное молоко распространяется так. Оно бесплатно доставляется домой каждому человеку, вне зависимости от его желания. И в момент получения человеком этой пачки сгущенки, ему доплачивают 5 долларов за то, чтобы он ее съел. Других видов деятельности у компании нет. То есть она делает сгущенное молоко, бесплатно привозит его всем домой и доплачивает за то, чтобы они его съели. Что бы вы подумали о такой успешной бизнес-модели деятельности компании? Девушка, показывай. Нет, политики там нет. Они считают, что это бизнес. Вот это мы делаем, когда создаем рекламу. Никогда об этом не задумывались. Мы создаем ролик, который никто не хочет смотреть. Платим за то, чтобы его доставили всем подряд. Из числа, кто не хочет его смотреть. И еще дополнительно доплачиваем креативу, для того, чтобы они сделали такие первые 5 секунд ролика, чтобы человек не переключил канал. Причем доплачиваем очень много по стоимости, особенно киевских и московских агентств. Это наша разновидность деятельности. Вопрос, почему? С какого перепуга мы решили, что можно создавать продукты, отвечающие следующим требованиям? Первое, никому не нужные продукты. Второе, за потребление, которых нужно доплачивать. Мне кто-то там сказал про вирусность. Господа, нет никакого вирусного эффекта. Все, что мы наблюдаем, мы на самом деле не можем правильно понять. Объясняю. Вирусное видео, это такое видео, которое люди согласны смотреть сами. А не вирусное видео, это такое видео, которое люди не согласны смотреть. Вирусная статья или вирусная книга, которая рассказывает, такая книга, которая по мнению людей достойна того, чтобы ее читали. Или такая статья, которая по мнению людей достойна того, чтобы ее читали. Нам это кажется вирусным, потому что мы с детства вбили себе в голову, Что абсолютно нормальное свойство любого рекламного продукта быть никому не нужным, не востребованным, неприятным, раздражающим и требующим вложения отдельных денежных средств в то, чтобы его кто-нибудь потребил. Нет, ну подожди, это же не оконечник продукта. Сущенка это оконечник, а реклама это... Это что? То есть есть что-то, что стоит 100 тысяч долларов, а вообще 500 тысяч долларов, потому что стоит 30 ценник рекламного агентства, 70 стоит продавшим и 400 тысяч долларов стоит размещение на интере. В течение месяца. То есть есть нечто абсолютно осязаемое, да, это фильм, ну 25-секундный видеоролик, да, стоящий 500 тысяч долларов и не являющийся продуктом, да. То есть это что-то такое за 500 тысяч долларов, что на самом деле это сгущенка, да. То есть ты хочешь сказать, что существует тождество, то, что нам хотят нарезать все рекламные агентства, что существует четкое тождество между самим сгущенным молоком в палетах, который стоит в магазинах, и 500 тысяч долларов роликом, который крутится на телевидении, да. То есть мы рассчитываем на острую форму паранойи. Когда человек не понимает, что сгущенка это сгущенка, а видеоролик это видеоролик, да. И вас им удалось убедить. То есть вы верите в то, что... Я еще по-сторому как бы... Нет, я просто объясняю. Так вот, что нам нужно сделать? Практика. Времени чисто практический прием. Возьмите свой продукт. Вот возьмите, я всегда рассказываю про Toyota Prius, но могу про любой продукт из зала рассказать, но это потребует там 40 минут. Вы можете это сделать сами. Я рассказываю технологии. Возьмите вот домашнее задание. То, что вы продвигаете, придите и разложитесь таким образом дома. И вы сразу поймете, как это продвигать. Toyota Prius состоит из каких мнений? Первое. Гибридные автомобили лучше с точки зрения экологии, чем не гибридные. Шестиступенчатая коробка передач современнее, чем пятиступенчатая. Нам легко будет найти людей, которые будут с удовольствием обсуждать тему того, что шестиступенчатая коробка передач лучше пятиступенчатой. Да дофига этих людей, и в реальном, и в виртуальном мире, и где угодно. Найти людей, которые согласятся с тем, что Toyota это хороший автомобильный производитель. Да. Много. Не меньше, чем шестиступенчатый, но много. Следующий вопрос. Насколько нам легко будет поднять обсуждение по вопросу того, что несмотря на землетрясение в Японии, Toyota все равно возродится и станет на ночь. А если бы мы были к этому готовы, представляете себе, месяц назад, какое было бы обсуждение? Если бы мы к этому были готовы, если бы у нас это стояло в плане реагирования, что мы понимаем, что нам нужны мнения. Каждый продукт, имеющий ценность, каждый продукт, имеющий бренд в правильном смысле этого слова, каждый продукт, имеющий value, ну опять про ценность, легко может быть представлен в виде совокупности мнений. Почему я говорил в самом начале информационный резонанс, осталось пять минут, сейчас все должно по идее у тех, кто слушал внимательно, сойтись в одну картинку. Мы разбиваем продукт на совокупность мнений. Мы продвигаем каждое мнение отдельно, таким образом, чтобы мы вкладывали не в наше первое сообщение, которое мы делаем по поводу этого мнения, а в те сообщения, которые создают люди на основе этих мнений. К чему мы идем? Кто знает с точки зрения физики, что такое резонанс? Многократное усиление. Чего? Колебания. Колебания. То есть, это синергетический эффект, фактически, да, который возникает, когда множественные колебания пересекаются. Вы понимаете, что произойдет в тот момент, когда мы разбили Toyota Prius на восемь мнений, там, да, про коробку передач, про бренд, про цену, про экологию, про Toyota и так далее и тому подобное. Вы понимаете, что произойдет в тот момент, когда мнения пересекутся на одном определенном человеке? Мы будем иметь человека, который абсолютно уверен в том, что он сам дошел до того, что Toyota Prius это оптимальный выбор для него лично. Но энергетическая ценность этого мнения будет в десятки раз выше, чем при любой попытке обратиться к нему рекламной коммуникации. Почему? Потому что каждая из голов, которая на него воздействовала отдельно, приносила свой энергетический заряд. То есть тот, с кем он спорил на тему шестиступенчатой коробки передач, тот, кого он поддерживал и переживал по поводу проблем в Японии, да, тот, с кем он соглашался по поводу того, что Toyota это приличный автопроизводитель и у него когда-то были Toyota. Каждое это переживание, это его собственное переживание, обладающее собственной энергетической ценностью. То, что я вам сейчас рассказал, на самом деле известно и используется в одной и только одной отрасли, в политике. На самом деле, именно таким образом, тысячи леммингов и миллионы леммингов уверены в том, что существует определенный политик, который снимает для них определенные проблемы. И главное, они доходят до этого самостоятельно. Они находят сами объяснение тому, почему этот политик лучше. Кто не вполне может сейчас в это поверить, изучите, пожалуйста, рейтинги Януковича и Ющенко до первого тура выборов 2004 года. Просто посмотрите на цифры. Откройте любую социологию и посмотрите. Ни одного из них не было ни рейтингов, ни шансов. Они получили рейтинги и шансы по одной простой причине. Потому что они вступили друг с другом в показательную борьбу. В показательную, которая находилась на виду. А их службы, поблизости так скажут, да? Формировали у людей огромное количество мнений, которые в конечном итоге, сказать, сводились к одному. Это были всем известные мнения по поводу бандитов, которые должны сидеть в тюрьмах, по поводу зэков, по поводу, сказать, евроинтеграции, по поводу того, что Ющенко, конечно, никакой президент совершенно, наверное, будет, но зато его любят на Западе, сказать, и так далее, и тому подобное. Вы, если обратите внимание, я тогда наблюдал за этой темой. Я еще тогда не написал эту теорию, ну не выписал ее, но я очень внимательно наблюдал за этим процессом. Несмотря на то, что я участник помаранчивой революции, несмотря на то, что, вам сказать, да? На мои личные уподобания, да? Но это факт, который невозможно оспорить. В нас на глазах, в сфере политики, постоянно происходят такие приколы. Вопрос. Создают ли политики телекомпании для продвижения собственных интересов? Да. Вопрос второй. Вторая волна. Создают ли телекомпании для продвижения телекомпании развлекательные шоу? Да. Вопрос третий. Создают ли развлекательные шоу для продвижения себя сайтов в интернете, на которых можно пройти кастинг на данное шоу? Создают ли данные сайты для продвижения себя активности в социальных сетях? Я могу еще продолжать. Можем ли мы при этом говорить, что активности в социальных сетях, которые продвигают сайты, передачи, которые продвигают реитики телеканала, при этом продвигают интересы политика, который создал телеканал для этих целей? Безусловно. Безусловно. Однозначно и без поворота. Так вот вам модель, господа. Три составляющие модели. Первое. Продукт как совокупность мнений. Второе. Не заставляйте людей покупать. Не принуждайте их вложения. Не тратьте свою энергию на то, чтобы заставить людей совершить действия, которые они совершат, не хотят. Тратьте энергию на то, чтобы дать людям возможности стать ценнее в социальном своем круге общения и расширить свой круг общения. Дайте людям социальные ценности, и они будут распространять информацию, которая не будет казаться им рекламой. Четко планируйте свои ценности и свои коммуникации таким образом, чтобы они привели к тому, чтобы ваша аудитория в конечном итоге сама пришла к мысли о том, что ваше предложение является оптимальным. То есть, принятие решения об участии в нашей злосчастной конференции, которую я приводил к примеру, ну не этой, а в целом какой-то вымышленной, должно быть не потому, что я прочитал сайт, и мне там сказали, покупай, покупай, и я, так сказать, решил, что отлично, окей, конечно, я пойду на эту конференцию. Мое мнение должно быть достигнуто мной в причине того, что я от многих людей, с которыми я знаком, и самое главное, от людей, с которыми я не знаком, получал информацию, подвергшую меня к этой мысли. Если вы знаете, один из законов Мерфи гласит, что эксперт – это человек, любой человек из другого города, желательно разговаривающий на незнакомом языке. Так вот, и четвертое. Не создавайте, в принципе, не ведитесь на провокацию о создании коммуникации, которая является продуктом, который никто не покупает. Единственным способом проверить работоспособность и нужность вам любой коммуникации, которую предлагает вам агентство, которое предлагает вам заказчик, является один лобовой вопрос. Как и почему наш потребитель заплатит за это деньги? Не за мой товар, а за эту коммуникацию. Деньги, время или свои какие-то душевные, эмоциональные силы. Если потребитель, это в конечном итоге есть краеугольный камень концерта метамаркетов, если потребитель не готов заплатить за коммуникацию, он никогда не будет в ней участвовать. В тот момент, когда вы вступаете в жаркую дискуссию, вы платите своим временем и своими затратами энергии. Абсолютно осознанно вы это делаете, вы отдаете. На этом можно эту энергию рассеять или использовать. Когда вы, пример куб импровизации Вайсман, можете, сказать, посмотреть у нас на сайте Кейс, Серебряный Меркурий прошлого года, ну этого года взяли, Серебряный Меркурий проект прошлого года. Люди платили абсолютно серьезно, на полном серьезе, платили за вход на развлекательное шоу куб импровизации Вайсман, которое абсолютно серьезно, на полном серьезе продвигало торговую марку Вайсман. Заходили и покупали билеты. Потому что ценности этого шоу была достаточна для потребителей. На фивосходным миром, я из наших привожу примеров, чтобы не трогать, которые у нас есть, которые мы реализовываем. Люди на полном серьезе собирали группы ВКонтакте, тратили свое время, по 10 раз писали и перезванивали всем участникам этих групп за свои деньги, для того, чтобы получить для себя и для своей группы пригласительно на закрытую вечеринку. Любая коммуникация, которую вы создаете, должна иметь ценность, выраженную для потребителя. Маркетинг не исключение из законов маркетинга. На этой оптимистической, но непонятной ноте готов ответить на вопросы в кулуарах. Девушка, дайте. Значит, мнение о бренде, нужно необходимо, мнение о бренде разделять на позитивное и негативное, с положительными работать, понятно, а что с негативными? Любить, обожать и плодить. Потому что любое негативное мнение привлекает кучи людей, с которыми приятно поспорить тем, кто является носителем позитивного мнения. Негативные мнения самые ценные. Их нужно любить, обожать и плодить. В поле тевелеть и максимально помогать людям, которые не вы, которые готовы спорить с этими мнениями, максимально помогать этим людям. Совершенно верно. Усиливать негативы и одновременно усиливать позитивных комментаторов. Кейс вот с Тойоты, да, то есть, что в этом кейсе, как можно, если два человека, которые где-то там общаются про шестиступечную коробку передач, в чем здесь с Тойота, как им воздействовать на Тойота? Каждое из мнений в отдельности раскачивается до тех пор из разных уголков информационного поля, да, пока они не начинают сходиться на одних и тех же людях. Вот у вас и получаются люди, в конечном итоге, да, которые участвовали и в дискуссии про шестиступку, и в дискуссии про Тойоту, и в дискуссии про экологичность, и в дискуссии про гибриды, ну, или слышали, или читали. И вам остается только одно. Просто ответить, когда задастся вопрос, извините, а что, какие машины вообще отвечают таким требованиям, ваша задача просто сказать, что пока что есть вот эта машина, а есть еще вот эти концепты, и все. Более того, скорее всего, это будете не вы, потому что в этих тусовках огромное количество людей, которые читают новости, которые сами припрут эти ссылки, сами придут и сами купят цитаты Григория Григорьевича Трусова. Чужие ресурсы, чем вы лучше их используете, да, тем меньше вы тратите свои. Это раз. Второе, не забывайте про автоматизацию. Стремитесь к тому, что человек не робот и не компьютер. Человек ценнее робота и компьютера. Это наше богом забытое славянское мега-государство, распадшее земномесколько, да, почему-то считает, что человек по-любому дешевле компьютера. Что именно человек должен выполнять рутинную работу, механическое обсуждение, копировать, как и поездить, пилить и так далее и тому подобное. Это весь развитый мир идет к тому, что человек должен выполнить творчество и интеллектуальную работу, то есть не накапливать в себе информацию, что делает компьютер, а уметь делать выводы из этой информации, да. А наша система образования, вот прямо в этих самых стенах, только не сейчас, а, например, завтра, в понедельник, будет учить обратно. Накопи себе в голове побольше ерунды, сложи ее там стопочками, а все остальное очень-то и не важно. Поэтому человеческий фактор, максимально правильное использование того человеческого фактора, делает такие коммуникации малозатратными на первом этапе. У нас оба кейса, которые у нас доступны, да, уже по этой технологии сделаны, они оба имеют бюджет в 10-11 тысяч долларов. При достижении результата по кругу импровизации Вайсман за полтора месяца скачок узнаваемых в торговой матру плюс 23%. Не на 23%, а плюс 20%.